ВОСТОНОВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ Современные материалы, все дома подключены к водопроводу, чего на деревне отродясь не было коммуникации. Отопление с помощью энергосберегающих котлов. Со стороны качество действительно не вызывает вопросов. Остается надеяться, что скрытые огрехи не обнаружат и зимние морозы. Люди в основном довольны. Если есть обращения какие-то, это только чисто мелочные вопросы. И чисто в моем понимании, что 90% людей раньше не проживало в таких комфортных условиях, как будут жить сегодня. По условиям контракта, заключенного с генеральным подрядчиком, помимо жилья в двух селах Арджентидзевского района, Кожухова и Кагаева, построены школы и фельдшерско-акушерские пункты. Например, в Кагаево в одном здании плюс и детсад, и учительский дом. То здание у нас, оно не маленькое было, оно у нас большое было, только что деревянное. И класс там у нас по площади он больше был. Но тем не менее, детям здесь нравится, здесь много нового, много необычного, чего у нас там в той школе не было. Вы вечером приезжаете, посмотрите, какая наша школа красивая в вечерних условиях. Фонарики сами загораются, прям посмотришь, как в городе. В то же время контроль качества строительства ведется и на уровне власти республики. В соответствии о жилых помещениях всем необходимым требованием оценивают специалисты Государственной жилищной инспекции Хакасии. По осмотру, без использования инструментального метода, конечно же, мы можем сказать, что дома, жилые дома возведенные, соответствуют основным требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям. Сегодня Орджоникидзевский район ставят в пример другим. Все построено в сроки, да и люди в большинстве довольны. Впрочем, на встрече с подрядчиками Валерий Меншаков услышал и о проблемах, касающихся в первую очередь власти на местах. Есть, конечно, и вопросы. Вопросы, как обычно, заказчикам, потому что строители в Баране, строят на свой страх и риск, вкладывают деньги. Не решены вопросы по социальному жилью, как будет финансирование. Не решены вопросы по водопроводу, каким образом будет все это оплачено. Не решены вопросы по благоустройству, по дорогам, потому что дом стоит, подойти к нему невозможно сегодня. Осень, грязь, глина. Более подробный отчет о ликвидации последствий пожаров депутаты намерены заслушать на очередной сессии 28 октября. Этой теме будет посвящен правительственный час, вероятно, с выступлением главы региона. То, насколько многогранна деятельность депутатов, минувшая неделя показала наглядно. Зампредседателя Верховного Совета Юрий Шпигальских посетил Абазинский детдом. Ну, что-то не весело как-то. Чего ты? А где улыбка? О, а другое. 26 детей, и никто не остался без подарка. Он как волшебник в голубом вертолете. Юрий Шпигальских многие годы здесь частый гость. Шефство над детдомом в Абазе держит партия «Единая Россия». На Новый год детям всегда сладости, перед школой подарки. Сегодня вот решено отметить единый день рождения каждого воспитанника. «Большая дружная семья». Мы очень рады. Отлично все. Спасибо большое, что приехали к нам сюда. Не забывайте о нас. Мне нравится, что вообще о детском доме заботится. Кто-то принимает участие в жизни. Как отметил Юрий Шпигальских, подарки детворе – лишь малый штрих. Самый отдаленный от республиканского центра детдом, похоже, самый везучий. Расшество над ним взяли парламентарии. Очень внимательно следим в целом за ситуацией. Как финансируется, какие ремонты делаются. И при необходимости совместно с правительством республики, как если у нас такая возможность есть, мы эти вопросы решаем. Мы ставим эти вопросы. Но, сами понимаете, при принятии бюджета мы, конечно, на это обращаем внимание. Поэтому быть подшерфными в такой категории, как депутаты Верховного Света, я думаю, что это нормально.